10 сентября в Ивент-Холле состоится главный бой вечера за поезд WBC СНГ. Артур Осенков и Оскар Роберто Медина. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому бою. Так, мое мнение. Смотрите, хотелось бы сначала разобрать одного спортсмена и второго. Вот, значит, у Осипова, у Артура, у него есть очень неплохие, неплохие такие навыки. Это правый прямой его удар, и это одно из его преимуществ. И второе его серьезное преимущество – это скорость. То, что нет у соперника. Можно секундочку, у меня срочный звонок, не отключайтесь, пожалуйста. У Артура, у него это преимущество, второе у него преимущество – это скорость. И он достаточно хорошо чувствует дистанцию. Теперь по ошибкам. Какие у него есть ошибки? Он как-то делает левый черт, он свою правую ногу заднюю, он делает шаг в сторону, в левую сторону – это он ворует сам у себя то преимущество, которое позволит ему продолжить эту атаку. Поэтому все джебы, они не несут какой-то под собой какой-то основы. На это им нужно обратить внимание. Вместе с тренерским штабом делает джеб, а правой ногой зашагивает за свою ногу. Он, соответственно, стоит неустойчиво. Если соперник прочитает, он будет это использовать против него. Это важный момент. Второй такой… Есть тоже такой маленький комментарий. Он отклоняется назад. Это тоже может сработать плохо в этом бою. Потому что его боец в поздних раундах, в поздних раундах, этот спортсмен начинает работать серийно. Если он пойдет назад, он будет отклоняться, а сзади будут канаты. Здесь будут проблемы. Теперь скажем, что представляет из себя соперник. Значит, это… Оскар Медина. Да, Оскар. Это неплохой парень. Лучшие его качества проявляются в поздних раундах. Он очень физически крепкий. Видимо, он очень много уделяет силовой работе. Он не нокаутер, не панчер, потому что у него есть проблемы с техникой. Он в техническом плане, у него есть небольшие проблемы. Поэтому он и не нокаутирует своих соперников. Но удары его очень тяжелые. И тем паче, когда он первую половину, он выглядит не очень хорошо, но когда уйдет во вторую половину, там можно от него ожидать определенных проблем. У него такая же ошибка, как и у Артура. Он отклоняет голову назад. И вот это нужно использовать, когда он будет джеб бить, наш Артур, да, то он должен повторять серийную атаку. Потому что в первой атаке он практически не пропускает. То есть идет первая атака, он всегда уклоняется и он не пропускает ударов. А вот в второй атаке, повторная атака, там для него есть определенные проблемы. Он там не пропускает, потому что он идет назад. И вот здесь есть очень хорошая перспектива с точки зрения потенциала, именно результата вот этих повторных атак. Дальше, у Артура есть еще одна проблема. Он все-таки, у него функционалка и физуха, она не на очень высоком уровне. У Артура плохая физподготовка, то есть ему нужно удалить... Она не плохая, она у него, ну, короче говоря, у него проблемы функционала. Он в поздних раундах может, как бы, может просесть. И его соперник, он в поздних раундах начинает серийные атаки по корпусу и удар по голове. И он очень хорош в поздних раундах, потому что он физически очень сильный. Это надо команде взять на вооружение. И еще один момент. Вот его вот этот соперник, этот Оскар, он постоянно держит центр ринга. И как ему, как только он стоит уверенно в стойке, он начинает наносить удары. И это такая скрытая угроза для Артура. Там реально скрытая угроза. Поэтому Артуру надо постоянно менять угол атаки, уходить в сторону, влево. Да, желательно вправо, потому что под левую руку. Потому что под правую у Оскара, у него вот этот правый боковой, он неплохой. Он выскакивает неожиданно. Поэтому ему нужно заходить за левую руку своего соперника. И постоянно не давать ему стоять жестко на ногах. Потому что как только он жестко встал на ноги, все, начинается вот эта серийная атака. И она весьма-весьма эффективна. И это может быть проблема. Именно вот там во второй половине. Сколько раундов в бой? Десять раундов. Ой-ой-ой. Довольно тяжело, вы представляете. Это будет реально тяжело и будет для него. И еще один момент. Тогда Артуру нельзя вклотиться в удары, как он делает вторую половину. И он свой правый выбрасывает в первую половину боя. А во вторую про него забывает. Вот если он все сделает наоборот, то есть неплохие шансы. И он должен постоянно потихонечку, вот, страстью подводить к канатам. То есть, условно говоря, он же двигает неплохо, Артур. Он должен сам подходить к канату, ближе к углу. Потом его переворачивать, чтобы Оскар оставался в углу спиной. И делать повторную атаку. И вот в этом как бы может быть реальный как бы успех у него. И на самом деле, это я так разобрал план на бой. Это больше как бы не оценка, кто как победит. Вот. А здесь больше как бы построение плана на бой, как я его вижу. Если, значит, Артур этот план выполнит, то у него есть как бы, ну, и этот план, конечно. План будет выстраивать тренер. То есть, он будет следовать вот этим очень важным моментам. То, конечно, вероятность там одержать победы, она у него существенно выше. И еще один момент я, наверное, хотел сказать. Сейчас я вспомню по бою. Да, я вспомнил. Нокаута в этом бою не будет. То есть, нам ожидать с идейского решения. И нам, нокаута нам ожидать не следует. Угу. Вот. И я думаю, что все-таки победа будет за Артура. Для него это очень как бы существенное повышение в рейтинге, потому что его соперник, Оскар, он находится в рейтинге в бокс-реке. Он находится на 150-м месте. Чтобы для сравнения вам, как бы сказать, 150-е в рейтинге – это достаточно искусный боец. Претендовать, конечно, на вхождение в 15 топ сильнейших у него нет возможностей. Но, тем не менее, этот боец, он, во-первых, такой возвратный. Угу. Вот. А Артура все-таки ведут. А Артур сейчас находится на бокс-реке на 2004-м месте. Угу. Соответственно, победа над этим соперником, ну, она, так, вот, как бы, такие существенные продвижения по рейтингу, во-первых. Угу. И, во-вторых, очень много, и, как бы, перед ним открываются новые, как бы, такие рубежи. Угу. И уже, если он этот бой проходит, если он этот бой пройдет, то это будет говорить, как бы, о многом. О том, что у него правильная команда во главе, там, с тренерским штабом. Угу. У него правильные менеджеры, которые его ведут. Ну, и промотор, видимо, не ошибся в своих ожиданиях по поводу того, чтобы работать с этим спортсменом. То есть, есть ли, как бы, потенциал, если он пройдет этого парня. Он на первый вид кажется, как бы, таким заурядным бойцом, но я с этим согласиться не могу, потому что это парень, у которого есть стратегия на бой. Я имею в виду Оскара. Угу. У него есть большой опыт. У него есть хорошие навыки. У него есть небольшие проблемы в технике. Поэтому он ему тяжело скрутировать. Вот. И если он бы, там, работал больше над техникой, то у него, с ним было бы совсем тяжело боксировать. Потому что он бил бы точно, и это больно. Он больно бьет. Вот. Поэтому могу пожелать только команде нашего бойца, только пожелать победы. Угу. Вот. Уверен, что у Артура, у него есть большой потенциал. И все его победы еще такие, вот, знаковые, они еще будут впереди. Но, на мой взгляд, вот этот парень, такого парня он еще не встречал. У него будет тяжелый бой. Поэтому пускай готовится и настраивается. Вот. Комментатом обязательно просмотрю видео. И смогу с вами потом обсудить, насколько я был прав, или насколько я, там, ошибся в своих, вот этих предсказаниях, скажем так, либо в своей аналитике. Ну, как бы так. И спасибо вам за вашу мнение.